Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. И сейчас, вот буквально пару минут назад, закончился первый тайм матча с Денисом Сочи. После первого тайма наш впереди 1-0. Очень качественный тайм. Вы для гостей очень много боролись, очень самоотверженно боролись. Грамотно стояли в обороне, опасно убегали в контратаке. И когда казалось, что первый тайм так и завершится 0-0, и дальше будет всё неопределённо, угловой. Самый слабый компонент игры Зенита. Подача Дугла Санкса. Удар и гол. Гол забивает тот, кто не забивал в этом сезоне ещё никогда. Кто вообще за полтора года в Зените забил только лишь один мяч. Четвёртый ворот Урал на выезде, когда Зенит выиграл 4-0 в прошлом сезоне. Не очень важный гол. Но очень хорошо стоял в обороне. И вот этот человек, я всегда говорю, что это самый важный человек в Зените. И этот самый важный человек в Зените забил гол. Вообще, вопреки всему, взял и забил. И вполне возможно, что потом мы этот гол назовём самым важным голом Зенита в этом сезоне. И вот этот человек, который прибежал на голову и забил, он больше всех заслужил забить самый важный гол с Зенитом в этом сезоне. Потому что он – это Зенит. Он – это квинтэссенция Зенита. Он – это 55-й номер нашей защиты Родригал. Когда Родригал был травмирован, в нашей обороне был полный хаос. И первые матчи этого сезона Зенит выдал уёбично, именно потому что Родригал был на травме. И концовку прошлого сезона наши выдали в обороне тоже уёбично, именно потому что Родригал был на травме. Родригал вообще как пришёл в Зенит, так сразу стал просто выжигать центр обороны. Он и в Сочи выжигал центр обороны. И Зенит, когда его приобрёл, он приобрёл даже не Бронислава Ивановича. Защитника даже круче, чем Бронислав Иванович. Это самый крутой защитник вообще центральный. В этом составе точно. И, возможно, вообще самый крутой центральный защитник в истории Зенита. И я, когда была Октябрьская пауза на сборной, я говорил, не спешите хоронить Зенит. Вернулся Родригалом, с Родригалом Зенит будет совсем другим. Все мне говорили, да чё ты гонишь, Краснодар не упустит. Типа как Каррера не упустил, Ивич тоже не упустит. Но именно Родригал, именно появление Родригал поспособствовало тому, что Зенит в дальнейших матчах стал пропускать минимум голов. Минимум! А сейчас, в тот момент сезона, который при некоторых обстоятельствах может вывести Зенит на первое место уже прямо сейчас, впервые с прошлого сезона, именно Родригал прибежал на угловой и забил по какой-то чемпионской антилогике. По антилогике, которая вообще при некоторых обстоятельствах не давала никакого профицита, никакого результата. Но Зенит забил именно с углового. Именно Родригал. В тот момент, когда это мега важно. Я очень хочу верить, что потом мы назовем этот гол самым важным голом из Соли Зенита. Я очень хочу верить, что именно этот гол выведет все-таки нас на самое первое место в чемпионате России. Потому что Родригал заслужил, чтобы именно его гол вывел Зенит на самое первое место. Все-таки. Именно Родригал. Это Зенит. И в обороне. И, как теперь выяснилось, еще и в атаке. Просто молодец Родригал. И знаете, я только сейчас понял, почему в декабре 2022 года Вика попросила меня купить футболку именно с фамилией Родригал. Она вообще, честно говоря, не очень разбирается именно в футболе. Она просто по какому-то своему чутью, по какой-то своей женской интуиции указала мне на Родригал. Я, в принципе, тогда понимал, что он играет важнейшую роль в нашей обороне. Но что он сыграет важнейшую роль в истории Зенита, этого я вообще не подозревал. Именно вот в этой, в нашей текущей, в самом деле, нынешней, настоящей истории именно Родригал вот в этот самый веховый момент просто прибежал и проткнул. И очень хочется продолжить. И вывел нас на первое место. Но это посмотрим. Даже если Краснодар завтра обыграет уральцы, любая победа Зенита – это кирпичик к чемпионству. И если бы не забил Родригал, то дальше могли бы возникнуть вполне сложности с вскрытием обороны Сочи. А теперь они будут играть вперед. И у нас будет больше свободных зон. И мы больше сможем атаковать. Свободнее сможем атаковать. Я очень хочу верить, больше сможем забить во втором тайме. Вперед, Зенит! Ты просто молодец. Родригал, ты самый большой молодец. Зенитовы все молодцы. Продолжение следует...